Хи-хи. Саран, саран, с вами Реран. Совсем необычно, непривычный ракурс, но у меня здесь выше камеры не ставятся, поэтому я буду на вас сегодня смотреть сверху вниз. Я жучу. Мы сегодня с вами погружаемся в Венхайпен, но мы в них погружаемся с вами уже давно, еще начиная с Айвен. Я уже посмотрела шоу-кейс, я завтракала, и поэтому немножечко подснимала это на камеру. Не немножечко, на самом деле я подсняла все, вплоть до реакции на выступления с их новыми песенками, которые я слушала не впервые. Утром я уже послушала альбом сразу. Я уже успела сегодня утром послушать весь альбом. Там было 6 песен, я ждала, сейчас у меня будет столько музыки. А по факту оказалось у нас интро, утро, очень криповое утро, и мне очень нравится интро по звучанию музыки. И дальше фликер, заглавочка, которую я уже слышала, и две песенки, которые для меня ставят новыми. Короче, вот и все. Я включила шоу Day One на Mnet, и, конечно, я попробовала поискать субтитрами. Вероятность была, что они уже есть. Очень мало, но я попыталась, тем не менее, здесь не предусмотрены даже встроенные английские субтитры. Вы проигрываете, беда в чем. Но поэтому буду пытаться как-то так понять, но мне очень хочется посмотреть выступление. Вот, смотрите, тут у меня уже Джейк вышел вперед, и сейчас будет фликер. О, боги, вот это партия! Че он вон? Я так рада, что ее оставили именно ему. Я только что в начале, вот здесь вот, где начинает у нас Джейк, пыталась вспомнить, кто во время шоу исполнял. Кей? Вроде Кей чуть позже появляется. Может, Хисын, короче, кто? Я не смогла вспомнить, но я поняла, что тут прям такая капитальная рокировка произошла. И они тут такие прикольные. Опа, опа! Губу закусывает. Я, кстати, вчера посмотрела выступление уже, выступление, стейджи, короче, с их заглавкой. Мне так нравится Джейк, как он очень-очень вкладывается в выражение своего лица. И, кстати, хотела сейчас сказать отдельно за Сон Хуна. Слушайте, насколько он актерски обыгрывает себя во время выступлений. Короче, смотрим дальше. Хисын! Не, мне кажется, вот эта партия была у Кей Алькин. Здесь Джейк еще ходил. А, теперь Джейк здесь выходит. Ну, конечно, блин! Джей и Чон Вон. Чему тут удивляться, народ? Джей и Чон Вон. Я просто скоро настолько крепко зашиперю этих двоих, что будет катастрофа. Мне так нравится, как звучит эта партия. Хотя немножечко фликер, конечно, по звучанию изменился от оригинала, хотела сказать. Кайф. Ой, как мне нравится. Блин, короче, я не могу посмотреть номер. Я не могу просто так посмотреть номер, чтобы не делиться своими впечатлениями и эмоциями. Хочу сказать за Чембер Файв. Как мне жалко, что она не вошла в альбом. Смотрю на фликер, думаю про Чембер Файв. Че делать? Опа! О, Ники-Ники-Ники-Ники. О, хорош! Молодец! Вот это они, да, постоянно показывают теперь ромбик возле глаз? Джейк, я тебя боюсь! Ой, господи, какие кадры, я застала. Посмотрите, какие они красивые. Господи, Сон Хун. Сон Хун. А ты продырявишь мне. Я думала, всех сейчас покажет, но нет. Мне кажется, Ники отрывается больше всех, ему веселее всех. Да, все-таки добавили даже вот эти вот шум, крики, и создается впечатление, что толпа присутствует. Посмотрите, сколько, господи, посмотрите. Я, наверное, все-таки буду смотреть два раза, как минимум. Первый раз вот так вот, а второй раз посмотрю, когда будут субтитры для того, чтобы все посмотреть. Да, Боже, я обожаю этого котика. А, знаете, еще что хотела сказать? Я, короче, когда смотрела ноябрьские, ноябрьское подведение итогов у них на канале, я обратила внимание только в этот раз, я не знаю, напишите мне, где-то, наверное, раньше уже это проскакивало, но я только сейчас обратила на это внимание, что их стали подписывать смайликами, зверушками. У нас Джейк, у нас песик, что неудивительно, да, щеночек он у нас. Джейк, птичка, и тоже неудивительно, он у меня сразу с совенком ассоциировался. Он потом также где-то упоминал, что какими, говорит, только птицами меня не называли, с какими только птицами меня не сравнивали, поэтому у него смайл птичка. Потом у Хесына олененок, и это на самом деле ему подходит. Он мне всегда казался, знаете, именно олененком, который такой маленький, длинноногий, но с другой стороны высокий, и такой, короче, вот правда, он олененок, Сон Хун, и он пингвиненок. Я никогда не думала о том, что Сон Хун пингвиненок, но когда показали пингвиненка, я подумала, да, он же пингвиненок, он пингвиненок, поэтому ему тоже подходит. Ники у нас там был не тигренок, а типа леопардика, какого-то другого такого дикого большого котика. Сону у нас лисеночек, и мы с самого-самого-самого начала назвали его, еще с первого эпизода мы стали называть его лисенком. Многие из вас писали, что у вас он тоже с лисенком, его вот этот лисий взгляд ассоциируется. И Чонвончик, Чонвончик котик, это ну просто действительно, он котик-котик, правда, нравятся эти обозначения, но ребятки действительно похожи на этих зверяток. Он когда стесняется, он всегда вот так вот поджимает губы. Правда широкие, 48 сантиметров. Ух ты, ого, он музыкой занимался, оказывается. Действительно настолько разная харизма, я просто в шоках. Олененок, там говорили за олененка только, что я видела олененка, смотрите, а вам не видно. Ну стоян. Базюшки мои дорогие. Так, Комсек, Комсек это поиск, переводится. Ники, тут у нас такой смайлик силача. Дальше здесь у нас, здесь написано Чонсон. Вообще Чонсон это у нас Джей, это его настоящее имя. Здесь губки, я не знаю почему. Сону, ну здесь понятно, у нас смайлик увыбающийся, с язычком действительно подходит Сону. Так, Сонфун, у нас ледяной принц, тоже все понятно. Чонвон, и тут у меня вопрос, почему здесь у нас фея. Чонвон у нас в принципе, да, я согласна, он может быть и фей. Так, и здесь написано не Джейк, а Джейд. Я не знаю почему, и пальчик вверх. Вот эта буковка, это такая сдвоенная, достаточно твердая буковка. Звук. Сейчас будет выступление. У них уже поза такая. Я буду тормозить, буду рассматривать народ. Давайте я поставлю так, чтобы вам было хорошо видно. А, мне так нравится. Ух ты, блин, как они прыгают. Как же он это делает, коварный ты, коварный. Что происходит? Они обнимаются там. Да нет, это нужно показать поближе. Посмотрите, как смотрит Джей и как смотрит Джейк. Обалдеть. Ооо. Ну, я так и знала, ребята. Ну, вот я реально знала, что у нас Чонвон будет центром. Хорошенький такой. И вот он у нас тоже, еще сын, центр. Два центра, видимо, у нас все-таки. Можно еще раз? Ники. Хорошенький. Ребят, знаете, что мне нравится? Первое время после... Я не знаю, к чему я сейчас прям это вспомнила посреди номера, но я хочу об этом сказать. Я уже несколько раз упоминала, да, что я переживаю за Ники. То, что он изводит себя очень сильно своими переживаниями. И что это действительно очень непосильный груз для мальчика его возраста. И поэтому после того, как только была объявлена группа, некоторое время, когда чуть-чуть понемножечку начали появляться какие-то материалы, какой-то контент с ними, я чувствовала зажатость у Ники. Был некий синдром, знаете, такой самозванца, как будто бы. И я очень сильно переживала, что он будет чувствовать себя лишним в этой группе. И вот спустя некоторое время сейчас я уже вижу, что в Ники начал просыпаться тот самый задор, с которым он только пришел на проект. Как у него голос звучит. И Ники тоже, Ники тоже такой иногда низкий. Вы мне писали в комментах, что не ожидали, что Ники может вот так вот низко. Мне очень нравится, очень нравится пластика Чонгона в танце. Пожалуй, больше, чем у кого-либо в группе. Класс. Ямка эта. Хорош, хорош. И я не могу... Посмотрите, какие они смешные. Посмотрите, какой смешной Джейк. Потом, какой смешной с вот такими ушками. Джей. Прям смешнючий-сбежнючий. И вот с этим безумом. Просто капец, смотрите на остальных. Класс. А перед Суну вот тут собачка так миленько сидит, посмотрите. Прям сидит на него, смотрит. Джей. Он просто постоянно, постоянно с Чонгоном везде. Джей, пожалуйста, прекрати. Я тебя предупреждаю. Предупреждаю. Спасибо, говорит, за что ты ему. Ники прикольно стебется. Он ему говорит Суну, сидеть. Реакция у Суну просто бесподобна. Дай вапу, говорит. Я. Я. Вообще, как бы так может я говорить старшему-ладшему. А тут, получается, наоборот, он ему говорит. Я. Реакция Суну. Опа. Мне очень нравится Сунгхун с ушками. Посмотрите, какой он хорошенький. Боже, я не могу. Я про Сунгхуна. А, оно начинается похуже, как на Чамбер 5. Почему? Вам, наверное, ничегошеньки не видно. Мне нравится, как одет этот Джей. Я, правда, еще ничего рассмотреть не успела. Но, да ладно. Боже, ну это, правда, милота, типа Чамбер 5. Класс. Он всегда, он для меня как будто светится со сцены. Мне, кстати, нравится этот момент в песне. А, блин, прикольно так. Слушайте, какой комфортный Джей здесь. А Хисунзэй такой, как мальчик в заправке. Вау, гляньте, как они прикольно прыгают. Вау. Это один из тех моментов, которые я буду пересматривать по 150 раз. Знаете, я часто, когда смотрю хореографии или клипы, ну, хореографии, к примеру, да, или выступления какие-то. Происходит какой-то прикольный момент в хореографии, и я всех пересмотрю. Некоторых еще по два, по три раза пересмотрю и перебатываю туда-сюда. И видео идет три минуты, а я смотрю 15, и потом думаю, как у меня так получается. Это типа цветочка, да? Я видела на заставке на Мнет, видимо, вот этот момент. Да, видите, они типа цветка, похожи на цветок. А я не могу, насколько круто Сон Хун стал работать своими глазами. Ребята, он просто потрясающе передает эмоции через взгляд. Обалдеть. Хисым тоже молодец. Ну, такой прям теплый-теплый мальчишки. Где разница? Алло. Рысь? Это ж рысь. Он у нас рысенок получается? Или это не рысь? Но мне кажется, это рысь. Блин, вот эти большие кошки, я в них могу иногда путаться. Правда, похоже. Посмотрите, вы еще покрасили в такой цвет. Ааа, такая моська. Сону что-то нам рассказывает про Паруру, ничего не поняла. Кроме того, что он лисеночек у нас. Блин, какой он красивенький. Покажи мне улыбку свою. Ай, боже, он просто источник всяких разных мимимишных мордашек. Господи, вот это улыбка, ребята. Опа. Господи, я не могу, я же... Ой, подождите. Не могу объяснить, почему у меня так смешно. Ой, господи, фух. Заряд хорошего настроения на весь, на весь, весь, весь мой день. Уже не первый раз Джея сравнивают с Angry Birds, с вот этой птичкой, с Лючкой. И действительно у них что-то есть, но он мне все равно больше напоминает какого-то совенка. Вот честно, 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 пречестно. Он заботится о мемберах, о малышах. Боже, как хорошо, что у вас есть Джея, ребята. О, подождите, он на скольки языках говорил. Это на корейском, на английском, и это на японском. Вау. Это реально круто, ребята, это реально круто. Где пингвинчик? Да, имидженен пингвин. Здесь он еще маленький, смотрите, какие штуки творит. Класс. Мне так вообще нравится этот момент. Там они в хореографии стриву пускают. Какой. Лидер одобряет, лидер ян одобряет. Все. Ух ты, блин, это было так. Давайте я покажу вам поближе, если вы не поняли, что это было. Это из клипа. Это из клипа. Получается, Джейк светит в глаз Никки. Помните, да, этот момент? Сейчас я буду смотреть, наконец-то, переводы. Я терпела, мне очень интересно, потому что тут же отдельная вселенная. И мне интересненько разобраться. В альбом у нас вошло шесть песенок. Это интро и аутро. Интро у нас называется Walk the Vine. То есть идем по линии. У нас повествование прекрасным голосом Джейка. Ну, вот эта вся вампирская сага, трым-пым-пым, что они идут по линии, на которой их вырезала судьба. Про солнце. Я замечаю по всяким вот этим тизерам, которые вы их выпускали, что солнце играет определенную роль в жизни вампира. Оно как является для них и чем-то плохим, так одновременно и хорошим. Следующая песня у нас на альбоме идет Given Taken. И это у нас заглавочка. Я оставлю ссылочки на видосы с субтитрами или переводами, как всегда, в комментариях. То есть, ой, в комментариях, в описании. Всегда заглядывайте, всегда там все есть. Просыпаюсь утром первого дня. Сияющие огни в глазах солнца. Эти огни сжигают меня. Эти огни ослепляют меня. Но сейчас я отправляюсь искать мечту. Погрузись в красное солнце. Повесование, как будто бы они уже обращенные. Или вот, знаете, первые ощущения после того, как в них просыпается вот эта вот сущность. Но опять же, до конца истории мы не знаем, они были такие или стали. Тем не менее, у нас есть фрагменты, где кто-то кого-то из них друг друга, короче, кусают. Поэтому, вероятнее всего, они стали. Либо у них это пробудилось, но было дано им с рождения. Тут мы как бы еще будем с вами разбираться. Но тут как раз-таки показан вот этот вот самый момент. Да, вот этот самый момент, когда первый дискомфорт, грубо говоря, да, что-то с ними происходит. Я блуждаю по лесу вопросов. Я следовал за светом во тьме. И за тонкой грани ты зовешь меня. Ай, как чувственно. Ну, это я, тот, кто зовет себя. А-а-а-а! Так интересно! Я переворачиваю мир. Ступаю по нему. Мой дар или наказание. Эти белоснежные клыки. Ну, тут прям четко говорится. Я иду к тебе. Связывая два мира. Про два мира, про два мира, по-моему, было, ну, короче, наверное, в Интриахе точно было, я не помню. Во Фликере точно было про два мира. Два мира. Наверное, два мира это человеческий и вампирский. Может быть, вот так вот, да? Ну, скорее всего, вероятнее. Но может быть, как-то немножечко иначе. Тысячи сомнений. И еще больше тысяч подозрений позади. А сейчас я отправляюсь искать мечту и ответ на вопрос всей моей жизни. Всей моей жизни. Видимо, это что-то, что было ранее. Короче, достаточно сложно. Ну, я не знаю, вряд ли я сейчас буду слагать какие-то теории по поводу лирики однозначные. Потому что здесь может все с ног на голову переворачиваться при разных предположениях. То есть можно притянуть, наверное, эту лирику куда угодно. Но больше похоже на то, что они порознь и новый мир. Ну, что значит новый мир? Они, вампиры, живут в человеческом и ищут свой мир? Это типа такого? Либо это у нас новый мир из вселенной Бонтан. Навеянный, который создавался. Или это другой мир из Tomorrow by Together. Или Джифрон девочки тоже здесь постарались со своей вселенной. Ибо, ну, тут очень сложно. Я не до конца понимаю про эту башню. Под линием стрел судьбы я столкнулся с границей внутри. Но свободен дар или наказание сложно. Мои кривые глаза кровавые. Красная кровь на этой короне. Эта кровь стекает вниз. Красная кровь. И мои пальцы, указывающие на тебя, тоже краснеют. Но я собираюсь идти. Мне нравится эта партия, Горого. Под ливнем и стрел судьбы я столкнулся с границей внутри. Ну, с другой стороны, ребят, еще тут говорится про два мира. Если посмотреть на их логотип, то там у нас семь, да, звезд, которые объединяются в одну. И по фликеру сначала, изначально, когда еще не было известно, ой, у меня так прикольно, там сорока на самой макушке тополя сидит. Короче, не отвлекаемся. Вид за окном. Что? Птичка полетела. Похоже на то, что семь разных судеб объединяются, да, в одну, создавая что-то новое. Ну, что как бы логично. Это как бы тоже получаются разные миры. Но здесь у нас все на вампирской саге. Поэтому хрен его знает. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, самое криповое. Та-ля-ля-ля. Так, следующая у нас в альбоме, по счету, по крайней мере, у меня так, в YouTube Music высвечивается. Let Me In. Знаете, еще что прикольно? Я читала, что есть отсылки к какому-то очень старому вампирскому фильму. Также есть у нас отсылки к Сумеркам. Фильму, да, вот этому сагу Сумерки. Но я хочу сказать, что я только недавно посмотрела фильм Let Me In. Вот точно так же, как называется их песня. И это как раз-таки про вампиров. Там два ребенка. Один ребенок-монстр, вампир. А другой ребенок, ну, такой, короче, как типа изгоя. И вот они находят друг друга. Есть две экранизации этого фильма. Снято это, естественно, все по книге. В фильме, который я смотрела, там немножко изменены имена. Там Оуэн и Эбби девочку зовут вампиршу. Let Me In. Это типа впусти меня. Ну, то есть все мы знаем, да, вот эту вот тему, что вампир не может попасть в дом, пока ему не дадут разрешение на вход. То есть он может обманом это разрешение получать. И там это в фильме тоже фигурирует. Если она входит без разрешения, то это чревато и опасно для нее. Я буду твоим парнем. Я буду твоим парнем. Да, малышка, начнем. Фессинка такая, прям вообще типа от вампиров очень далеко. Я хочу попасть в твой куб. Да-да-да, сквозь прозрачные синие волны. Да-да-да, сияешь словно драгоценный камень. Это твой маленький замок. Я хочу проникнуть в твой мир. Знаете, немножечко криповенько, при том, что когда я слушала песню, не понимая, о чем лирика, и там было про то, что я хочу твоим парнем, я такая, а, ну типа а-ля мур, тюжюр, подростковые там вот эти все, любовь-морковь, а тут не совсем так. Мы подобны лунному свету, когда мы вместе, нам так хорошо, мое сердце любит тебя. Да, откроешь ли ты свое окно в поисках блуждающего Нема, мое сердце любит тебя, я буду твоим парнем, я отдам тебе мою любовь, я отдам тебе свою любовь, я буду твоим парнем. Я отдам тебе мою кровь, я отдам тебе свою кровь, я буду твоим парнем. Ну, вроде как безобидно. При этом, да, вот та вот самая дружба между мальчиком и девочком, мальчик же был человек, и она пришла ему впервые к нему через окно, она попросилась войти к нему как раз-таки через окно. И в ту ночь, когда она к нему пришла, он ей предложил встречаться, сказал, будь моей девушкой. Это я про фильм вот этот вот. Я могу ненароком причинить тебе боль, я могу ненароком разрушить твою безупречность, вот, да, я такое люблю, ребята. Я не хочу тебе зла, но я боюсь навредить тебе, ты такая хрупкая, ты такая невинная, все пироги, короче, люблю такую тему. Твой крошечный мир совершенен, как он есть, но не отталкивай меня, впусти меня, позволь мне войти. Даже если сияющая синева станет багровой, милое счастье расцветает среди страданий, о да. Ну, ладно, пусть так, для меня счастье не среди страданий расцветает. Ну, окей, мне здесь все предельно ясно, о чем эта история, он хочет быть с ней, укусить или нет, непонятно, может навредить. Кстати, в этом фильме, который я упоминаю, там есть ситуация, где мальчик режет себе палец специально, типа, чтобы скрепить их отношения, но он еще не знает, что она вампир. Естественно, у нее срабатывают инстинкты хищные, и она в порыве того, чтобы причинить ему боль, но совладает с собой и убегает, сама напугана тем, что чуть не... Ну, знаете, напоминает «Сумерки», кстати, «Сумерки», только история у нас немножечко наоборот, и там дети помладше. Так, хорошо, следующая у нас песня «10 месяцев», она у меня, кстати, уже тут на звуке началась где-то. Кстати, эта песня «10 месяцев» мне напоминает, вот вспомнились мне сразу «Tomorrow by Together». Я ведь вырос уже, почему ты продолжаешь видеть во мне ребенка? Я, правда, уже взрослый. Ну да, ну да, когда, так говорят обычно дети. Я не просто стал выше, перестань говорить, что я милый с этой твоей ухмылкой. Ну, если они, правда, милые, как им это не говорить? Скоро ты поймешь, пусть обращаешься со мной как с щенком, щеночек Джейла. Каждый день, каждую ночь с завтрашнего дня я буду защищать тебя, каждый день, каждую ночь. Класс! Люди, это так мило! А они же просили не называть их милыми. Что ж, теперь полностью положись на меня, с этих пор полностью положись на меня. Почему ты лишь смеешься? Неужели ты не знаешь моих чувств? Почему с этих пор полностью положись на меня, класс? Ну, защитники вообще-то, если они вампиры, то они, да, они могут, наверное, защитить. Любовь-любовь, любовь-любовь длиною в 10 месяцев. А что, почему 10 месяцев? Мои неуклюжие жесты, слегка незрелые мои выражения. Я знаю, что не заслуживаю доверия, но подожди, мое сердце лишь подрастает. Как я? Почему ты сел? Телефон. Микрофон у меня сел. Каждый день, каждый из завтрашнего дня я буду защищать тебя. Там можно прям все дня уже начинать. Зачем до завтра ждать? Каждый день, каждый день, каждую ночь, короче. Я стану круче. Вау, любовь, я буду тебе соответствовать. Мне нужно лишь, чтобы ты признала. Про то, что она, походу, взрослая, а он, походу, маленький. Детенок. Хорохорится. Он хорохорится и говорит, я вообще-то уже взрослый, и я могу тебя защищать. С завтрашнего дня начинаем, знаете, как худеем с понедельника. Но, опять же, мне нравятся эти их замашечки. Мне нравятся, это прикольно. Дальше у нас идет фликер. И фликер как раз-таки рассказывает нам про миры, которые соединяются вдруг, неожиданно. И связывают их вместе. Алиса. Ну, короче, весело день. И связывают их в одно целое. Ну, даже они так поют, то есть непонятно, их связывают или нас всех с ними связывают, ну, типа поклонников. Ну, то есть там, да, можно трактовать как угодно. То есть, вне зависимости от того, где ты находишься и какое между нами расстояние, мы все между собой связаны. И также там упоминается вот этот вот фликер, да, это вспышка, то есть какое-то, или мерцание, да. То есть какой-то момент, когда обостряются все чувства, то есть он начинает лучше ощущать, лучше чувствовать, сильнее чувствовать. Это все более эмоционально. И все подобно вспышкам и мерцанию вокруг. Мазохистская немножечко история. Они встречаются с некими страданиями, и в процессе этих страданий они начинают ощущать эйфорию и радость. Да-да-да-да-да, несколько раз в разных песнях упоминается. Короче, прикольно. Я хочу пойти, знаете, что проверить, вышел ли на чум, вышел ли их перформанс. Нет, вышел только тизер. Короче, я не посмотрела выступление на шоу-кейсе с заглавочкой с их. Хотя я посмотрела тот, что уже выходил на их канале, или на канале Биг Хит, или на их канале, я уже не помню. То есть сам дебютный стейдж я посмотрела сама, не снимая реакцию. Поэтому давайте с вами вместе посмотрим их заглавку. Что такое, начинаем? У меня волосы сихотят от меня. Так, короче, вы поняли все. Ай, я сын хорош. Сейчас скажу, мне очень нравится, где они делают вот это движение. У меня уши, я не смогу показать. Короче, сейчас будет. Как будто солнце, видели? А это как будто цветок или что-то такое, типа волны. А, смотрите, да, линия, разделенный мир. И они объединяются. Как будто нашли его. А, там, смотрите, красным все загорается. А, блин, офигенные декорации, ребят. Ух ты, блин. Такой фокус был. Классный, классный тот же момент. Мне здесь очень сильно Чжунгон напоминает Сюнгука. По взгляду, что ли, не знаю. Они вообще похожи. Момент классный с Джеем. Вот тут, где они рукой вокруг головы проводят, я смотрела все фокусы, они так классно это делают, как будто прям выныривают из-под руки. Мой любимый момент. Опа, опа, опа. Когда Чонлона так скидывает голову, у него подпрыгивают волосики, и получаются рожки. Там фанширы тоже. Класс. Прикольно. Короче, тут даже можно строить эти самые, ну, строить по выступлению. Вот опять, видите, у нас линия, там огонь и вода или лед. Йосэ! Ой, хорош, хорош. Все, короче, микрофон перестал писать, ребята. Сорян. Классный, классный такой сейчас был. Тыщ! Чонлон, красавчик. Хотя ругалась на него, когда смотрела фанхам. Там есть некоторые моментики у него, конечно. Но, о, этот момент с летящими ногами, просто трындец. Пересматривала раз в семь, наверное, точно. Ой, как они тут движутся. Вот этот момент. Видите, где они так, опа, рукой вокруг головы. Блин, мой самый любимый момент. Ну, и вот тут, конечно, да, когда у нас стоит Эджей впереди. И опять тыщ! А тут не показали? Они же так резко делают, тыщ, пальцы открывают. Ооо, это у нас... Это у Джейк, это Ники, Хисын, Сону. Там, смотрите, у него это. Типа линзы такие прикольные были. И они типа в огне... А, может быть, это не огонь. Это может быть, это кровь, 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 кровь. И это опять начиналось у нас вот этой мрачной дымки. Ребята, спасибо вам огромное за хоррор. Знаете, прям такое ощущение, что они знали, чем меня зацепить. Потому что я уже говорила, что я очень это все люблю. Мне нравится Инхайпен, мне нравятся мальчишки. И мне нравится хоррор. Ребята, Энджини, мне кажется, нас ждет еще очень много всякого интересного. Как они делают? Все, давайте закругляться. Я пошла монтировать этот видосик. Выйдет, как обычно, наверное, ночью. Но если я не успею ночью смонтировать, то выйдет утром, когда я закончу монтаж. Я надеюсь. Все. Я всех целую и люблю. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok